Привет, привет! Хочу показать вам сейчас свою такую кофеварку, кофемашину, которая варит эспрессо. Гагия, правильно назвать? Гагия, эспрессо колор. Получается у нас, включаем ее в розетку, есть у нас снизу поддончик, специальный для чашек. Он съемный, чтобы можно было его помыть. После чего нам вот есть такой резервуар, который наливаем где-то литр-полтора примерно холодной очищенной воды. С крана нельзя. И теплый нельзя, а он и холодный. Все, установили его. Теперь у нас есть крышка. Закрываем это крышкой. И сзади у нас есть кнопка. Мы сзади нажимаем кнопку включить, выключить. И загорается лампочка. То есть нам надо примерно около шести минут, чтобы она нагрелась. После чего нажимаем кнопку эспрессо и она нам готовит наше эспрессо. Все, надо подождать 6 минут. В комплекте у нас идет, получается, вот эта штука рожковая. Видите, можно использовать как на одну чашку, так и на две. И идут три насадки. Это получается идет на две чашки. Она сюда вставляется. Потом идет на одну чашку с пенкой типа густо крема. И идет для таблетированного кофе. Кто знает, есть такой кофе, оно прессованное в бумажных штучках. Идет вот прессовалка. То есть я не знаю всех профессиональных терминов. Иди сюда, Ваня. Вот наш кофе. Давай. Сейчас. Так осторожно, я тебя прошу, не рассыпь сильно. Так мы будем очень долго до завтра насыпать кофе. Вот так. Давай я помогу. Больше, полную ложку. Вот так берем. Ой, как пахнет кофе круто. Рассыпали. Ничего страшного. Ничего страшного. Нет. Это еще тот, который у нас был. Все, хватит. Оставляй тут ложку и пусть пахнет кофе. Теперь берем вот эту штуку нашу. Я шахар. Давай, придавливай. Все, придавили. Сильно придавливать не надо. Чуть-чуть придавили. И все. Ух ты, как пешок. Это как пешок. Не попал кофе. Это как пешок, да? Все, и теперь сейчас будем ее устанавливать. Все, нагрелась. Нагрелась наша машинка. То есть, вставляем рожок, проворачиваем. Это вообще считается рожковая кофемашина. Очень даже хорошая. То есть, эта штука должна стоять либо ровно по отношению к ней, либо чуть-чуть вправо. То есть, вы ее сдвинули и все. Я, правда, не знаю, делают ли еще такие модели или нет. Это уже примерно 10 лет. 10 лет назад мы ее покупали. Ставим чашку. То есть, наш эспрессо будет примерно 75 грамм. И мы сразу же будем делать капучино, чтобы показать вам возможности ее возможности. Возьмем молоко. Вообще, молоко, наверное, не жирное, но у нас вот какое есть, такое мы сейчас и будем использовать. Для молока лучше чашку больше взять. Тогда это тоже будет нормально. Хорошо, давай возьмем больше. Больше. Мы решили все-таки делать в этой чашке, потому что в большой чашке она просто не достанет. Наливаем вот так молока. Сейчас мы, получается, сделаем кофе, а потом взобьем молоко. То есть, поехали. Вот у нас нажимаем эту кнопку. Сейчас будет такой давящий на уши звук. Ну, как бы, это насос. Насос под давлением подает воду и именно передает тот вкус, который нужен вам. Но чашку лучше придерживать. Смотрите, она вот сдвигается. То есть, так же самое можно на две чашки. Вы ставите одну чашку под один рожок и под второй. Но мы сейчас делаем на один. Все, наш эспрессо готов. То есть, кому нужен просто эспрессо, можно брать уже, в принципе, пить его так, либо кто добавляет сахар. То есть, и вот то, что она капает, это, в принципе, нормально. Стекает вода, так как там давление, оно его немножко выдавливает. Вот. И у нас сейчас, вот, как можно видеть, должна загореться вот эта штука. Это у нас пар. Да, вот. Надо немножко подождать. Не прошло у нас и двух секунд, как зелененькая штучка опять загорелась. Поэтому будем делать молоко. Наверное, многовато молока. Ну, тоже так много. Ой, отпил молоко, такое вкусное, прям аж сладковатое. Вот. Теперь мы засовываем сюда. И вот этот регулятор, он, видите, делает больше-меньше поток пара. И пар взбивает молоко. Но ваше молоко не должно кипеть. То есть, оно должно именно как бы взбиваться горячим паром. Пошла пена, но кипеть не должно. А если оно начнет кипеть, пена исчезнет. И он должен чуток быть засунут. То есть, не полностью. Полностью не надо погружать на дно чашки. И потихоньку открываем. Видите, пошли пузыри. А, у нас, подождите, сейчас. Завтыка. Надо нажать вот эту кнопку. Вот кнопка пара. Видите, нажимаем кнопку пара. И крутим. Я просто не часто делаю это. Поэтому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, как сбивается? Это очень большой плюс этой кофе-машины. Все, выключаем. Выключаем. И теперь нам надо вот эту штуку сразу протирать. Протирали и убрали. Все, и вот наш кофе. Теперь я делаю таким образом. Доливаю сюда немного молока. Немножко разлил. И теперь можно взять ложку. И добавить сюда пену. Я как бы не профессионал, поэтому делаю вот так. И сейчас еще один небольшой штрих. Это у нас какао. И вот наше капучино готово. То есть кофе-машина, на мой взгляд, довольно-таки крутая вещь. Крутая аппарата, она должна, наверное, быть в каждом доме, чтобы сварить и подать вот такой кофе. И себе с утра поднять настроение. И угостить гостей, друзей, когда они пришли к вам домой. Поэтому, кому понравилось, ставьте лайк. Увидимся потом. Хороший. Я вам могу сказать, что Старбакс отдыхает. Или Старбакс. Но я вам могу сказать, что если бы я вам заварил, вы бы не отличили кофе ни Старбакс, ни Макдональдс, ни моё с вот этой кофе-машиной. И поэтому вам самим выбирать. Хотя проще, наверное, заезжать в Макдональдс каждое утро и покупать кофе. Но это будет дороже. И там же завтракать. Спасибо. 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 Спасибо.